Во-первых, поздравляю всех с тем, что нам наконец показали геймплей Cyberpunk 2077, а во-вторых, графодрочеры такие графодрочеры. Не успели нам показать геймплей, как уже начали кричать, где графон. И это очень странно. Люди, по всей видимости, ожидали такой же прорыв, как от третьего Ведьмака, если сравнить его со вторым. Но тут же небольшой облом. Графика сама по себе хороша, но графодрочеры нашли до чего докопаться. Это фильтрация текстур и изглаживание. Но это только те комменты, которые я пока видел, может претензий будет и больше. И сейчас я постараюсь объяснить, почему графический скачок не такой серьезный, если сравнивать первый Ведьмак со вторым, второй с третьим, а третий с киберпанком. Самой очевидной причиной являются консоли. Именно из-за них вам не нужно покупать каждый год новые видеокарты. Поскольку поколение консолей еще не сменилось, то и ожидать значительного скачка в графике было глупо, и это очевидно. Пусть и вышел PlayStation Pro и немного улучшенный Xbox, но все равно большинства простые плойки и простые Xbox. Поэтому любой разработчик будет отталкиваться от их возможностей. Это первая и самая очевидная причина. Вторая же немножко сложнее. Игра Долгострой. Она была анонсирована давно и еще дольше находится в разработке. Но это не такая очевидная и на самом деле не такая значимая причина, но все же сказывается на графике. Третья причина не так сильно бросается в глаза графодрочерам. Но как мне кажется, сложно будет оспорить этот факт. Игра выглядит куда более насыщенно, чем третий Ведьмак. В Ведьмаке в большинстве случаев были поля, луга, леса и прочие топи. Но тут мы видим сложную геометрию и огромное количество объектов в кадре. Конечно, в Ведьмаке были города, но сравнивать их как-то глупо. Поэтому, на мой взгляд, это самая основная причина, не считая консолей. И вот мы получаем как минимум три основных причины. Конечно, есть еще такая вещь, как RPG составляющая. Ведьмак был не совсем RPG, если сравнивать ее совсем олдскульными играми. А вот тут нам обещают огромную вариативность в плане прокачки. И это, насколько я понимаю, сильно влияет на процесс разработки. Именно на этом, как мне кажется, фокусировались разработчики. Также это влияет на нагрузку, естественно. Даже разработчики Deus X Human Revolution в свое время заявляли, что вместо графики делают максимально вариативную RPG. Поэтому графика была средней, но зато стиль ее был хорошо выдержан. Также разработчики Escape from Тарков заявляли, что из-за того, что кастомизация оружия в игре практически реалистичная, то и нагрузка больше. В играх есть огромное количество деталей, которые не видит игрок, но которые очень сильно влияют на производительность. И чем больше таких деталей, тем меньше возможностей для всего остального. Ведь мощности у консоли не бесконечны, за что им на самом деле и спасибо. И тут все примерно точно так же. Явно есть огромное количество деталей, которые мы даже не увидим, но плюс ко всему у них еще и огромный открытый мир, что сказывается, как мне кажется, вообще на всем. В любом случае, графодрочер это не целевая аудитория Киберпанка 2077. Идут они лесом. На мой взгляд, графика в игре отличная. Конечно, есть проблемы, особенно на открытых участках, это видно. Но игра еще даже не готова, хотя вряд ли ее кардинально изменят к релизу. Ее могут даже порезать слегка ради оптимизации. К примеру, освещение. Ведь даже Ведьмак 3 был подвержен небольшому даунгрейду графики перед релизом. Но все это какие-то мелочи. Главное геймплей и сюжет. И судя по всему, с геймплеем все вообще отлично. А чтобы понять, что там у нас с сюжетом, нужно подождать релиза. Так что ждем.